На других посмотрите себя показать. На несколько дней Бурятия стала площадкой для обсуждения спортивных тем. Участники делегации отметили наибольшую эффективность программ «Дворовые инструкторы» и «Парк здоровья». Также оценили пропаганду национальных видов спорта. Кроме того, как отметил Алексей Циденов, Бурятия подготовила несколько конкретных планов по строительству крупных спортивных сооружений. У нас сейчас уже находятся на рассмотрении в Мирспорте две заявки, которые имеют очень высокий шанс пройти. Это строительство спортивных объектов в Хачебинском районе и Бичурском районе, в студеноспортивных комплексах. И мы сейчас дорабатываем схему государственного частного партнерства при строительстве ледового дворца. Строительство сооружений планируется на 2018 и 2020 годы. Именно тогда в России начнется реализация плана по развитию спортивной инфраструктуры в регионах по схеме государственно-частного партнерства. Буквально вчера у нас Хамбала Лама сказал, что я могу построить грандиозный дацан, но я знаю, что мне надо его содержать. И пусть он будет у меня скромный, но он будет как раз намоленный, он будет как раз открытый, доступный. И мы должны также исходить и от спортивных сооружений, чтобы принцип главной доступности и как раз бесплатно, или там минимальная затрата, чтобы они действительно были по карману родителям и взрослому населению, которые готовы заниматься физической культурой спорта. Так, будущий ледовый дворец в Улан-Удэ, построенный по принципу государственно-частного партнерства, не должен повторить судьбу ФСК, на который из-за высоких цен часто жалуются жители. Окончательную резолюцию экспертный совет примет в течение двух недель. И она станет основой стратегии государственно-частного партнерства для развития спорта в России. Екатерина Устюшенко, Алексей Жилин, Новости АТВ.